Мир вам, дорогие братья, сестры, дорогие гости! Мы все собрались здесь, в Брянске, на прекрасном общении, на Конгрессе. Скажем, с миром! С миром! Итак, сейчас я хочу обратить наше внимание на текст Священного Писания, который у нас является главным для нашего Конгресса. Это текст из 6 главы Евангелия от Матфея, 13 стих. Но я хочу, чтобы сегодня мы прочитали контекст, в котором эти слова звучат. Поэтому выслушаем текст Священного Писания, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 13 стих. Можно стоя выслушать, это молитва. Давайте встанем и выслушаем текст. Матфея, 6 глава, с 1 стиха. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия в своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Присядьте, пожалуйста. Господь Иисус Христос продолжает учить учеников. Нагорная проповедь, он учил о блаженстве, он учил о том, как нужно поступать, и он учит об особых моментах, что нам нужно делать, как себя вести, и о молитве. Ну, в другом тексте в Евангелии от Луки сказано, что ученики даже просили, научи нас молиться. Поэтому я несколько слов хочу напомнить, что во время этого конгресса говорили мы уже о молитве многократно, но я хочу сделать акцент, так как это контекст. Когда мы говорили о царстве, о силе, о славе Божьей, это контекст молитвы. Мы обращаемся к царю царей, Господу Господствующему. Но в то же время напомню для нас с вами, в этих беседах, молитвах, песнопениях, чтобы мы помнили об определенных вещах, которые нам напоминает сам Господь Иисус Христос. Есть неправильное отношение к молитве. Господь даже говорит, не так делайте, а вот так делайте. Не так молитесь, а вот так молитесь. Я тоже хочу построить именно таким образом. Какие бывают неправильные моменты и неправильное отношение к молитве? Когда молитва превращается в публичное действие или представление или спектакль? Когда шоу устраивается? Когда, об этом писал в 6 главе, чтобы не перед людьми, но прежде всего перед Богом. Вот нам надо быть очень аккуратными в нашей молитвенной жизни. Итак, первая опасность, чтобы не превращать молитву перед всеми в публичное представление. Второе. С другой стороны, есть другая опасность, когда мы ограничиваем молитву только для определенного места или для определенного времени. Мы только когда пойдем в дом молитвы, мы будем молиться. Или когда мы приходим в церковь, в собрание, только когда мы пойдем в малую группу, вот там мы уделяем этому время. Господь учит в Священном Писании, нам нужно непрестанно молиться, учиться. Молиться, когда мы беседуем, когда мы за рулем, когда мы готовим пищу, когда мы занимаемся детьми. Это должно быть нашим дыханием. Это не должна быть только форма. Это должна быть жизнь. Вот в этом-то и есть изюминка христианской жизни. Мы беседуем с нашим Господом. Еще опасность. Это крайности. Когда используют молитву вместо дела. И есть, к сожалению, крайность, когда люди молятся, молятся, молятся. Молитвенники молятся и молятся. Давно уже пора делать. Нет, лучше еще помолимся. И есть крайность, когда только молятся, но молитва приводит к действию. Молитва ведет к тому, чтобы мы не только молились, помолились и шли на труд. И трудились. Или другая крайность. Когда трудятся, трудятся и снемогают. И уже ничего не получается. Тогда давайте помолимся. Может, Господь поможет. Нам надо быть очень аккуратными и балансировать. Как Господь тоже учил. Чтобы здесь мы могли обратить внимание на нашу молитвенную жизнь. И настоящая молитва может быть даже без слов, но не может быть без сердца. Потому что Бог уже знает наши нужды. И молитва практически нужна для нас с вами. Он знает прежде нашего прошения. Пусть Господь благословит. Итак, несколько еще акцентов, которые мы прочитали в этом прекрасном тексте Евангелия от Матфея в шестой главе. Как Господь учит учеников молитесь же так. И вот сегодня, поэтому хочу еще раз обратить для нас внимание на это. Шестой стих здесь сказано. Ты же, когда молишься. Что нужно делать? И он учит, где нужно молиться, кому молиться. А потом дальше даже принципы, как молиться. И в шестом стихе сказано простые вещи. Когда ты по-настоящему молишься, войди в комнату твою и затвори дверь. Нам прежде всего надо научиться молиться лично. Иметь личное общение с Богом. Не публично. А прежде всего иметь личное общение с нашим Господом. Итак, где Господь учит? Дорогие мои ученики, Он говорит. Когда молишься, войди в твою комнату. И для нас комната это может быть или наш дом, или даже машина. Кто-то молится в ванной. В любом месте мы можем. Надо найти свою комнату и выработать привычку помолиться. Кто-то даже утром встает в душе. Первое, что он молится, он совершает молитву о своей семье, о себе. Итак, вот надо напоминать. И сегодня текст напоминает. Молиться. Молиться в комнате. Затворив дверь. А потом уже молиться с другими. Второе, кому молиться? Помолись Отцу твоему. Шестой стих говорит. Который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так и начинается молитва. Отче наш сущий на небесах. И вот на это я тоже хочу сделать акцент. Вся молитва построена на отношениях. Почему мы можем обращаться к Богу? Потому что мы в Его семье. Мы как дети можем приходить к Богу. Это совершенно другие отношения, чем Бог, который недоступен. А это как ребенок приходит к своему отцу, к своей матери. Он может попросить. Может сказать все, что угодно. Отче. Это открытое сердце. Вот благослови Господь. Дальше сказано и о нуждах. Чтобы Господь дал и хлеб, чтобы простил, защитил, не вел в искушение. Пусть Господь благословит нас упражняться в нашей молитве. Молиться ему. Молиться ему. И делать это постоянно. Напоминая об этом, я хочу закончить одним примером результаты молитвы. Три дня тому назад в Москве в среду совершались похороны. Похороны миссионерки по имени Марина. Она летела на самолете из Дагестана на свою родину в Иркутск. И приземлившись в Москве, она не смогла продолжать путь. Несколько часов. И скончалась. 31 год. Она была на миссии. В 2007 году она пришла к Господу. Просто учащиваясь в институте. И с ней была в общежитии верующая девушка, которая начала с ней беседовать, молиться о ней. И призвала ее просто пойти в собрание и начать читать Евангелие. Она уверовала. С 2007 года начала трудиться в церкви. Церковь начала о ней молиться. А что она делала? Она просто помогала на кухне. Там, где нужно. Нужно было что-то принести. Она заботилась. Потом нужно было поехать в поездку. Поехала в одну, во вторую. И вот она услышала призыв. Надо поехать на Кавказ. Поехала в Дагестан. Помогала Руим Степановичу в Чечне. Начала, закончила второй институт по социальной работе, чтобы трудиться с детьми. И трудилась для Господа в молитве. Потому что его есть царство. И он дает силу, мудрость. Свой дар она принесла Господу. Среда. К сожалению, у нее была обнаружена опухоль. И вот она ехала домой. К сожалению, не добралась домой. Прилетели родители неверующие на похороны. И вот когда братья, совершая траурное служение, свидетельствовали, то говорили, это наша сестра. Мы в одной семье. Господь призвал ее, и они молились. И она молилась о своих родителях. И о том, чтобы быть использованной для Господа. Не просто молиться, но и трудиться. Молитву будет призывать к действию. Но нам нужно сделать первый шаг. Шаг к Господу. Чтобы Он стал нашим Отцом. И сегодня Господь призывает и нас проверить наши отношения с Господом. Какие они? Какая наша молитвенная жизнь? Какие наши отношения с Ним и друг с другом? Пусть Господь благословит нас не только приходить на служение, но услышать Его голос, послушаться Его и верно следовать за Ним. Господи, продолжай говорить нам, а мы хотим быть послушны Тебе. А теперь все встанем, совершим молитву отче нас.